всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня у нас второй рецепт из серии здравствуйте у меня в холодильнике появился пакет с каракатицами что мне с ними делать ну как что батенька обратит в стационар среди всех прочих морских гадов каракатица или как и еще называют в испании сепия мне нравится больше всего больше кальмаров больше даже пожалуй осьминога осьминог конечно тоже неплохо но чем крупнее тем вкуснее а крупные наших краях пересчет на килограмм стоит ощутимо дороже мелких сепи готовят на углях и сепи делают паэлью но вернее не из сепи а сепи и сепи идиотароса банду кстати один из первых роликов на канале это именно rosa банда посмотрите если вдруг пропустили мне надо же больше паэль и нравится вот таких я буду сегодня готовить здесь есть помельче покрупнее обратите внимание их продают очень часто нечищенными с такого цвета шкурой эту самую шкуру надо снимать и в магазине как видите их уже почистили но обязательно проверьте что происходит у них вот здесь вот в районе щупалец здесь очень часто оставляют у сепий их клюв неудаленным потом он он жесткий и его надо удалить если хватит сил вот вот это надо удалять поэтому проконтролируйте всех сепий прежде мы готовить а еще себе готовить на сковороде крупных режут кубиком мелких прям целиком конечно можно было бы сегодня ограничиться только сепии но я хочу приготовить к нему еще и соус и его основе у меня будет майонез ароматизировать этот майонез я хочу печеным перцем смажи его оливковым маслом и в таком вот виде отправлю его в духовку под гриль температура 220 градусов если у вас газовая плита можете вообще духовкой не заморачиваться обожгите перец на открытом пламени так чтобы шкурка обоглилась и достаточно перец запекается займусь майонезом мне понадобится парочка очень мелко нарубленных зубков чеснока на всякий случай напомню то что вы обычно называете майонезом на самом деле имеет полное название майонез провансаль или соус провансаль день например агистос кофье отнес его к базовым ну или к материнским соусом вот если в провансале заменить винный уксус лимонным соком и добавить взбитых сливок то получится соус шантелей если к майонезу добавить уваренное томатное пюре и сладкий перец кубиками много шампиньонов и петли язык нарезанный жульеном то это будет соус андалуз короче сейчас я на основе базового материнского соуса с готовлю специальный соус каракатицы на вкус идеально подходит кстати подробные подробности насчет взбивания майонеза но и пояснение что надо делать чтобы он легко взбился смотрите в ролике майонез работа над ошибками отлично соус почти готов пора жарить каракатиц оливковое масло побольше и выкладываю головоногих они сначала дадут сок нужно дождаться когда он выкипет слегка убавить огонь и обжаривать до готовности общее время тепловой обработки минут 15-20 зависимости от размера мои вот такие вот минут за 15 будет готовы перец теперь надо снять всю обгоревшую шкурку чтобы это было проще сделать нужно убрать перец пакет и дать ему слегка остыть примерно вот так что тут все пей смотрите сок она уже дала пусть выкипает чтобы не терять времени надо еще чеснока нарубить помельче сепи у наших краях традиционно подают на стол с двумя соусами про один я уже рассказал а второй упрощенная версия сальсаберда вообще-то про вообще-то про одну из версий сальсаберда уже был ролик если пропустили вот щелкайте и смотрите но там версия в которой присутствует еще и мята здесь будет только чеснок петрушка масло и лимонный сок перец я думаю уже можно чистить в результате такого жесткого запекания он приобретает очень приятный аромат дыма и не забывайте про осепию отлично уже начала румянится часть перца пойдет в майонез а часть станет и таким легким гарниром нарежу небольшими кубиками чтобы было проще в блендере измельчить как говорят профессиональные повара блендернуть отсюда его красивый и на 15 секунд жужжание один соус уже готов можно начинать сервировку перец сюда как-то так и соуса немного сепия почти готова сдвинули немного в сторону потому что сальсаберда в этом варианте должен немного прогреться хватит буквально 30 40 секунд огонь совсем слабый иначе петрушка потеряет цвет чеснок и лимонный сок и чуть-чуть соли и пожалуй еще экстравержный олифойл и перемешать и соус вот так ставь лайк если бы стрескал этих гадов и ставь соответственно дизлайк если фу я такой гадость не ем ты хоть раз жизни сепит в руках держал фукалка она безалкогольная и вообще алкоголь вредит вашему здоровью пора уже пробовать небольшой кусочек вот этот вот и вот этого соуса отлично этот соус нужно готовить с большим содержанием кислоты нежели привычного майонез вот это лимонная кислинка прекрасно сочетается с морскими гадами на этот кусочек пойдет сальсаберда вот так вот иди сюда но надо посвежить вкусовые пупырышки да а теперь каракатицу очень люблю каракатицу вы знаете я по знаку зодиака весы поэтому мне очень сложно определиться с каким из соусов она идет лучше поэтому предлагаю вам самостоятельно приготовить и выставить свой вердикт моя за кадром еще немножко поколебаюсь спасибо за компанию и всем пока